Сегодня мы поэкспериментируем. Не знаем, что у нас из этого получится, но рискнем. Неизвестность привлекает. Для начала давайте отправимся в музей. Любой, да хоть в наш краеведческий, или в любой другой, в какой захотите. Итак, представьте, что мы с вами в музее на экскурсии. Что могло бы оказаться для вас наиболее привлекательным? Поинтересовались мы у рассказовцев в интернет-опросе. Оглашаем результаты. Для одного процента ответивших самыми привлекательными в музее являются тишина и спокойствие. 9 процентов в музее не ходоки, потому что не любят всю эту пыльную рухнуть. 16 процентов привлек бы интересный рассказ гида. 22 процента предпочитают любоваться картинами, предметами искусства. Еще 22 процентам интересны предметы быта прошлых поколений. И на первом месте у нас археологические находки. Авторов других ответов интересуют музыкальные инструменты, восковые фигуры известных личностей, ископаемые динозавры и мамонты. Наша природа, леса, пруды, поля – вот лучшие экспонаты для лицезрения. А кому ты подавай все экспонаты, которые можно рассмотреть в тишине? И неразобранные фонды и документы в хранилище. Видно, что наш народ все-таки знаком с музеями. А теперь снова представим, что мы с вами в музее. Но уже не на экскурсии, а в коллекции. Вы – музейный экспонат. Но какой? Вы лежите под стеклом в лучшей экспозиции мира. А может быть, украшаете собой какую-нибудь пыльную выставку? Или же вообще спрятаны в домашней коллекции сумасшедшего коллекционера? А вдруг вас вообще пока еще никто не обнаружил? Эту занимательную загадку и будем сегодня разгадывать. Мы назвали это экспериментом, потому что подобных тестов мы еще никогда не проходили. У нас 27 вопросов, и абсолютно неизвестно, на какие из них придется отвечать. Все будет зависеть от предыдущего выбора. Первый прохожий прочитает первый вопрос. Выберет подходящий ответ. Напротив его ответа стоит цифра. Следующему прохожему придется отвечать на вопрос именно под этой цифрой. В общем, у нас должна получиться непредсказуемая цепочка из вопросов и ответов. Интересно, куда нас все это приведет? Попробуем. Вопрос первый. Самый счастливый период в вашей жизни? Впереди, позади, не знаю. Я думаю, впереди. Здорово. Впереди у нас вопрос под номером два. Вы можете вот прочитать, озвучить следующему участнику. Среди ваших привычек есть дурные, кроме пьянства и курения. Ну-ка признавайтесь, как на духу. Есть у вас вредные привычки? Нет. Раз нет, значит, следующий отвечает на пятый вопрос. В советское время вы были бы в системе или вне системы? В системе, вне системы. Не понял. В советское время были все в системе. Значит, мы пишем да, в системе. Вопрос номер одиннадцать. Это вы отзвучите для другого участника. Если вы только что накричали на кого-то, вы... Испытываете душевный подъем. Не можете сдержать слез. Не то и не это. Я не кричу, честное слово. У меня в жизни такого ред... Ну, вообще, можно сказать, и не было. Мы вам совершенно верим, но если бы это случилось, наверное, бы сами... Сочувствую. То есть не можете сдержать слез, по сути дела? Да, да, да. Все, спасибо. Вот у нас вопрос номер семнадцатый. Вам просто нужно его озвучить. Это будет для другого участника. Даже если вы не художник, у вас... У вас возникало желание нарисовать то, что вы видите в некоторые моменты своей жизни? Да, нет, я художник. Выбираем ответ. Да. И переходим к вопросу номер двадцать четыре. Что обиднее, если вас обозвали чудаком или серостью? Чудаком, серостью. Ну, вообще, серостью. Вот мы и дошли до конечного пункта назначения. Последний ответ привел нас к результату теста. Каким бы музейным экспонатом мог бы быть наш среднестатистический рассказывец? Вы – ракушка. Легкое, причудливое, извилистое создание. Ваша гармония бесконечна. Вы напоминаете людям о самых счастливых моментах жизни и лучших чертах их характера. И поэтому вас стремятся заполучить все, кому повезет вас найти. Но осторожнее, нечуткие и невнимательные могут и раздавить нечаянно. Продолжим наши несерьезные занимательно-статистические исследования в следующей программе. Тема уже задана. Ищите ее в новом опросе на нашем сайте в интернете. Ждем ваших ответов. Удачи всем и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова